Беседа 66, 672, 20-29. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Смотри, откуда идет Спаситель в Иерусалим и где прежде этого находился. Это, по моему мнению, стоит особенного внимания. В самом деле, почему оттуда прежде не пошел он прямо в Галилею, но через Самарию? Но оставим это любопытным. Кто хочет тщательно испытать, тот увидит, что евангелист Иоанн делает на это достаточный намек и приводит причину. Что же касается до нас, мы будем говорить, что следует, и послушаем вышеупомянутых слепцов, которые были лучше многих зрячих. Они, не имея вожатого и не могши видеть приближающегося Господа, имели, однако, сильное желание дойти до Него и начали кричать. И тогда, как посторонние запрещали им это, они еще более усиливали свой вопль. Вот это значит, душа сильная. Самые препятствия доводят ее до цели. И Христос не запрещал заграждать им уста, чтобы через это еще более обнаружилось их усердие. И чтобы ты знал, что они достойны были получить исцеление. Оттого Он и не спросил у них веру и тебе, как обыкновенно поступал с другими. Самый крик и усердное желание подойти к Нему уже очень ясно всем показывали их веру. Отсюда-то научись, возлюбленный, что сколько бы мы ни были ничтожны, отвержены, но с истинным усердием, приходя к Богу, сами собой можем испросить у Него все, что не потребуется. Посмотри, как эти слепцы, не имея даже ни одного из апостолов на своей стороне, еще от многих, слыша запрещение, победили все препятствия, пришли к самому Иисусу. И хотя Евангелист не свидетельствует, чтобы их жизнь сколько-нибудь вручалась за их дерзновение, но вместо всего для них достаточно было одного усердия. Посмотри, как ни нищета, ни слепота, ни мысли слепцов, что они не будут услышаны, ни запрещение народа, ничто не остановило их, такова-то душа пламенная и терпеливая. Что же Христос? Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» А они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Для чего Он сделал такой вопрос слепцам? Для того, чтобы кто не подумал, что Он дает совсем не то, чего они хотят. Он везде наперед обыкновенно обнаруживает перед всеми доброе расположение просящих исцеления. И потом уже подавал исцеление, с одной стороны, для того, чтобы в других возбудить подобную ревность, с другой, для того, чтобы показать достоинство, получающие дарование. Так поступил Он с женой Хананейской, так поступил с сотником, так поступил с женой кровоточивой. Вернее, впрочем, будет сказать, что эта чудная жена даже предупредила вопрос Господа. Однако, Он и тут не оставил ее без внимания, но исцелив, открыл другим сердце ее. Таким образом, Он везде старался сперва обнаружить совершенства приходящих к Нему и представить их гораздо даже большими, чем они были на самом деле. Так сделал и здесь слепцами. Затем, когда они высказали свое желание, Он, умилосердившись над ними, прикоснулся к ним. Это милосердие было единственной причиной всех ворчеваний. По Нему-то Он и в мир пришел. Тем не менее, хотя Христос был и воплощенная милость и благодать, Он искал достойных. А что слепые были достойны, это видно как из их усиленного вопля, так и из того, что они, получив исцеление, не отстали от Христа, как делали многие, непризнательные к благодеяниям Его. Нет, эти слепцы не таковы. Они прежде дара постоянно и после благодарны. И Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию, в горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит, «Скажите, чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Часто и прежде Христос ходил в Иерусалим, но никогда не ходил с такой славою. Почему же так? Потому что тогда было еще начало строительства его, и сам он не был столько известен, при том и время страданий еще не было близко. Поэтому он и жил, не отличаясь ничем от прочих, и по прежней части, побольше, скрывал себя, иначе его явление не было бы столь удивительным, а только бы возбудило в Иудеях больший гнев. Когда же он показал уже много опыта своей силы, и крест был уже при дверях, тогда прославляет себя решительнее, и с большей торжественностью делает все, что могло воспламенить их. Конечно, это возможно было сделать и с самого начала, но было бы не нужно и бесполезно. А ты размысли со мной, сколько здесь чудес, и сколько исполнилось пророчеств. И вот, Христос сказал, найдете осла, и тут же предрех, что никто не будет препятствовать, но лишь услышат, замолчат. Это служило немалым обвинением против Иудеев, если Христос и незнакомых ему, и не видавших его, заставляет отдавать свою собственность без всякого противоречия, и при том не сам даже лично, а через учеников, то насколько же виноваты оказываются иудеи, которые, будучи свидетелями стольких чудес, им совершенных, не поверили ему. 674. И не считая этого события маловажным. В самом деле, что заставило этих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия отдать свою собственность? И что я говорю без противоречия? Даже не спрашивая или спросив, замолчать и уступить. Если они ничего не сказали, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но услышав, что Господь его требует, уступили без всякого противоречия, то и другое равно удивительно, чем более, что они не видели его самого, а только учеников. Через это Господь дает разуметь, что он всячески мог воспрепятствовать и жестоковыльным иудеям, когда они пришли схватить его и сделать их безгласными, но только не захотел этого с другой стороны. Он научает учеников жертвовать всем, чего бы он ни потребовал, если бы он повелел отдать самую душу, и ею они должны пожертвовать без всякого противоречия. В самом деле, если незнакомые ему повиновались его требованию, то тем более они должны жертвовать ему всем. Далее. Христос исполнил здесь еще двоякое пророчество. Пророчество дел и пророчество словес. Пророчество дел, когда воссел на осла? Пророчество словес. Захарий пророка, который сказал, что царь будет сидеть на осле, на осленке. Воссел на осленка, он исполнил это последнее пророчество, и в то же время, прообразуя своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил призвание нечистых язычников, что он на них почить, что они придут к нему и за ним последуют. Таким образом, пророчество следовало за пророчеством. Впрочем, Христос, по моему мнению, не по этой только причине благоволил воссесть на осленка, но и для того, чтобы подать нам правила жизни. Он не только исполнял пророчество и насаждал учение истинно, но через это самое исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правила удовлетворять только крайним нуждам. Такое исправление нашей жизни он везде имел в виду, так как благоволил родиться на земле, но не искал богато убранного дома, ни матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была древоделателю, рождается в вертепе и полагается в яслях. Избирая также учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными, самых бедных и немало незаменитых. Равным образом, когда предлагал трапезу, то иногда предлагал хлеб ячменный, иногда перед самой только уже трапезой повелевал ученикам купить на рынке, вместо ложи употреблял траву, одеяние носил бедное, не отличающееся даже от одеяния самых простых людей, а дома даже и не имел. Если ему нужно было переходить с одного места на другое, то ходил пеший, и при том так, что иногда даже утомлялся, когда садился, не искал стула и ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, и даже один, а разговаривал с самарянкой, также полагал меру и для самой печали, когда надлежало плакать, плакал тихо, повсюду, как я сказал, поставляя правила и границы, до которых позволительно доходить, но далее которых не должно идти. Так и теперь, если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в животном, то Христос и в этом случае сделал ограничение, показывая, что ни на конях, ни на мулах надо бы нам мчать, но должно довольствоваться ослом и никогда не простираться дали необходимого. Но посмотрим, как сбывается пророчество и словами и самым делом. Какое же это пророчество? «Се царь твой грядет, тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле». Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит с собой страх, не имеет копьеносов, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудея, был ли какой-нибудь царь, который бы на осленке въезжал в Иерусалим, он не может указать тебе никого, кроме только Христа. Но он, как я выше сказал, делал это в предзнаменовании будущего. Здесь, через осленка, означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на него Иисус, садился чистым. Заметь же, какая точность во всем преобразовании. Ученики отвязывают подъеремного. Иудеи и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов, введены в нее тоже через апостолов. «Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи, по чувству соревнования, придут к нему, что ясно показывает Павел, говоря, «Ибо ослепление в Израиле произошло отчасти, доколе войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. И нет только видно из сказанного, но и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно, как здесь никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог воспрепятствовать им и в призвании язычников, когда они их уловиляли. Далее Христос садится не на ногу васленка, но на покрытого одежды апостолов. Это потому, что апостолы, взяв осленка, и свое все уже отдают. Как и Павел говорит, «Я же сладость тратил и буду истощать все за души ваши». Но обратив внимание и на послушание осленка, на то, как он, вовсе не обученный, не знавший еще узы, не помчался быстро, но шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую перемену в благоустроенной жизни. Все это совершилось словом «Отвяжите, приведите ко мне». И беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым. 676. Но смотри на низость иудеев. Прежде, когда Христос так много делал чудес, они никогда столько ему не удивлялись. Теперь же, видя стекающийся народ, удивляются. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И здесь, когда, по-видимому, они говорили нечто высокое, их мысль была земная, самая низкая и пресмыкающаяся. Впрочем, Христос сделал это нещиславенно для того, чтобы, как я сказал, и пророчество исполнить, и преподать назидательное наставление, а вместе с тем и утешить учеников, сетующих о его смерти. Давай и то знать, что он все это терпит добровольно. Ты же подивись тому, с какой точностью все предсказано пророками. Иное Давидом, а иное Захарией. Будем им им поступать так же, будем воспевать его и подавать одежду тем, которые носят его. В противном случае, чего мы будем достойны? Если тогда, при входе Христа в Иерусалим, одни покрывали одеждой своей ослицу, на которой он сидел, а другие постелали одежду ей под ноги, то неужели мы, которым повелено не только снимать одежду с себя, но и истощать все свое ради других, не окажем никакой щедрости, видя его обнаженным? Там народ впереди и позади сопровождал его. Зачем же мы отсылаем его, даже прогоняем с оскорблением, когда он сам приходит к нам? Какого это достойное наказание, какого отмщения приходит к тебе нуждающийся владыка? А ты не хочешь и выслушать его просьбы, но еще осуждаешь и поносишь его, слышат такие слова его. Но если ты на один хлеб и на несколько денег так бережлив, неподатлив и скуп, то что бы было с тобой, если бы потребовали от тебя всего? Не видишь ли ты, как наделяют распутные женщины тщеславные люди в театре, а ты половины этого, часы десятой доли, не подаешь? Когда дьявол повелевает давать кому попало, и за это между тем готовит гигиенну, ты даешь. А когда Христос повелевает давать нищим, обещая за это царствие, ты не только не подаешь, но еще обижаешь. Уже ли ты согласишься лучше слушать дьявола, чтобы подвергнуться мучению, нежели повиноваться Христу, чтобы получить спасение? Что может быть хуже такого безумия? Один готовит гигиенну, другой – царствие, и вы, оставив это, бежите к тому. Когда Христос приходит к вам, вы его отсылаете, а дьявола сами приглашаете издалека, это похоже на то, как если бы царь, предлагая порфиру и диадему, не склонил бы нас на свою сторону, а разбойник, потрясая мечем и угрожая смертью, успел бы то сделать. И так, размышляя об этом, возлюбленные, откроем глаза свои, хотя теперь и начнем бодрствовать. Признаюсь, мне уже стыдно говорить о милостыне. Так часто повторяю они и не видя плодов проповеди. Правда, против прежнего вижу больше плодов, но не столько однако, сколько бы желал. Вижу, что вы сеете, но не щедрой рукой, потому я опасаюсь, чтобы вы скудно и не пожали. А что мы сеем скудно, для того исследуем, если угодно, кого больше в городе, бедных или богатых? И много ли таких, которые не бедны, не богаты, но занимают середину между ними? Я полагаю, что десятая часть богатых и десятая бедных, вовсе ничего не имеющих, а прочее посредственного состояния. Итак, разделим число всех жителей города на число бедняков, и вы увидите, какой будет стыд. Весьма богатых мало, но достаточных много. Бедных же гораздо меньше в сравнении с ними. Между тем, при таком числе богатых, которые могли бы питать алчущих, многие засыпают голодными, не потому, чтобы достаточные люди не могли легко удовлетворить нуждам их, но потому, что жестокие, бесчеловечные. В самом деле, если бы богатые, следующее после них, разделили между собой нуждающихся в хлебе и одежде, то едва ли бы на 50 или на 100 человек достался один бедный. И однако, бедняки, несмотря на столь великое количество людей, которые в состоянии помогать им, всяческие, всякий день плачут, чтобы видеть бесчеловечие богатых, стоит тебе только обратить внимание на то, как многим вдовицам и девам доставляет нужное содержание церковь, которая получает доходу не более, чем сколько получает один самый богатый. И один не так богатый. В самом деле, число содержимых церковью простирается до 3000. Кроме того, она содержит заключенных в темнице, находящихся в гостинице, как больных, так и здоровых, чужестранцев, коллег, сидящих при храме ради пищи и одежды и других, просто приходящих каждодневно. И между тем, она не оскудевает. Итак, если бы только 10 человек захотели столько же на них издержать, то ни одного не было бы нищего. 678. Вы скажете, кто же останется в наследство нашим детям? Главный капитал останется и дохода прибавится, потому что для них соберется сокровище на небесах. Но если вы не хотите таким образом употреблять свое имение для бедных, то хотя половину отделяйте им от него, или третью часть, или четвертую, или пятую, или даже десятую, при помощи благодати Божией в таком случае наш город в состоянии был бы пропитать бедных из 10 городов. Это я мог бы доказать, если бы было ваше на то желание. Впрочем, нет нужды и доказывать, потому что до очевидности ясно, как легко это сделать. Смотрите, как много издерживает часто один дом на городские повинности, и между тем немало даже и не примечает ущерба. Если бы каждый из богатых пожелал совершить подобное служение по отношению к бедным, то вскоре бы восхитил небо. Итак, какое мы можем иметь прощение, какой предлог к извинению, когда мы того, что необходимо, мы должны оставить при переселении отсюда, не раздаем нуждающимся из такой щедрости, с какой другие расточают для лицидеев, между тем, как мы могли бы собрать от этого великие плоды. Если бы мы навсегда здесь оставались, то и тогда не надлежало бы нам жалеть об этой прекрасной трате. Но если через несколько времени должны будем переселиться отсюда, и при том без всего, нагими, то какое мы можем иметь оправдание в том, что не уделяем от своих доходов голодным и утесненным. Я не заставлю тебя уменьшить имение, не потому, чтобы я этого не желал, но потому, что вижу мало в тебе к этому расположения. Итак, не об этом уже говорю тебе, но уделяй хотя из прибытков, не скрывай из них ничего. Довольна с тебя, что у тебя есть как бы источник, из которого текут денежные доходы. Сделай же участниками в них нищих и будь добрым распорядителем в данном тебе от Бога. Скажешь, я плачу подати, и так ты потому пренебрегаешь бедняком, что никто от тебя не требует этого настоятельно. Почему требующим у тебя дани и, может быть, с насилием принуждающему, ты не смеешь отказать? Принесет ли земля тебе плоды или нет, а нищему, который скротостью тебя просит, и то только во время плодородия ты не отвечаешь и словом. Кто же тебя избавит некогда от нестерпимых мучений? Никто. Если ты потому только заботишься об уплате подати, что не платящего ее здесь строго наказывает, то знай, что там готовятся наказания еще жесточе, ни узы, ни темницы, но вечный огонь. Итак, прежде всего заплатим эти подати. Это и сделать весьма легко, и награда за это больше, и пользы больше. Если останемся к этому нечувствительны, то нас ожидает и наказание несравненно тягостнейшее, наказание вечное. Если ты скажешь, что тебе надо надавать на содержание воинов, сражающихся за тебя с неприятелями, то и здесь есть воинство нищие, и здесь сражение, которое они за тебя совершают. Приняв милостыни, они умилостивляют Бога своими молитвами, а умилостивляя Бога, они разрушают наветы не варваров, а демонов, и не допускают лукавому духу усиливаться и делать на тебя непрестанные нападения, но ослабляют его силу. Итак, видя этих воинов прошениями, молитвами, каждодневно за тебя сражающихся с дьяволом, вытребуй с себя прекрасную эту дань, пропитай их. Царь Небесный по своей кротости не приставил к тебе истязателей, а хочет, чтобы ты сам добровольно подавал. Подаешь ли ты немного, он примет. Если по бедности отложишь ненадолго, он ни имущего не принуждает, однако ж не будем пренебрегать долготерпением его, будем сокровиществовать себе, не гнев о спасении, не смерть, а жизнь, не наказания и мучения, а честь и венцы. Здесь нет нужды платить за переправу вносимого нами, не нужно менять деньги, твое дело подать, сам владыка перенесет это на небо, он сам сделает для тебя выгоднейший оборот. Здесь не надо искать человека, который бы перевез вносимые деньги, только подай, и точно твое подаяние восходит не на содержание других воинов, а для сбережения и превращения в твою же пользу. Здесь на земле если ты что-нибудь дашь, то взять назад уже не можешь, там напротив получишь свое с великой честью и приобретешь больше и духовнейшей выгоды. Здесь даваемое есть нечто вытребованное, там прибыль, заем и долг. Сам Бог дал тебе расписку сказав «милую щенищего дает взаймы Богу». Притча 19.17 Дал тебе также и залог и поруку, несмотря на то, что он Бог. Какой же залог? Все блага настоящей жизни, чувственные, духовные, как начатки благ будущих. Итак, почему находишься в нерешимости и медлишь, тогда как ты уже столько получил и столько еще ожидаешь? Полученное тобой благо суть следующая. Он образовал тебе тело, он вложил в тебя душу, почтил тебя одного на земле умом, дал тебе право на обладание всем видимым, сообщил тебе познание о себе, предал за тебя сына, даровал тебе крещение, в котором одном источается столько благ, предложил тебе священную трапезу, обещал тебе царствие и благо неизреченное. И так и получив, еще ожидая опять скажу тоже, зачем ты столько дорожишь непрочным имением, и какое будешь иметь оправдание, неужели надеешься извиниться тем, что у тебя есть дети, но ты их научи приобретать таковые выгоды. Если бы твои деньги, отдаваемые кому-либо взаймы, приносили прибыль, и должник был бы человек честный, то без сомнения вас сто раз лучше сделаешь, если вместо золота вручишь сыну расписку, потому что таким образом деньги будут приращаться, и он непринужден будет снова искать таких людей, которые бы могли у него взять их в долг. Так и теперь дай эту расписку детям, и оставь им должником Бога. Ты сам не продаешь деревни, а оставляешь детям, и это делаешь с тем намерением, чтобы сохранялись доходы, а через это увеличилось бы для них имение. Отчего же опасаешься оставить им такое рукописание, которое выгоднее всяких деревень, всяких доходов, и которое столько приносит пользы. Какая глупость и какое неразумие. Тем более, когда ты совершенно знаешь, что хотя и оставляешь эту расписку детям, но и сам в свою очередь по ней получишь. Таковы духовные блага, они весьма обильны. Не будем же так убоги, так безжалостны и жестокие к самим себе, но будем занимать этой прекрасной куплей, для того, чтобы и самим подшествие своем получить, и детям своим оставить. Исподобиться будущих благ, благодати человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.